Привет, криптонавты! Вы на канале CryptoCommons. Это быстрое включение по рынку. И что мы здесь видим? Уверенный отскок. Точно, как мы с вами ожидали. Даже мертвый Dash, который вы все так хейтите, смотрите, неплохо отскакивает после желтой точки. Но все еще, кстати, находится в очень-очень привлекательной зоне ценовой по сравнению с тем, где он был даже буквально несколько дней назад, как вы можете видеть. Так что все это не финансовый совет, дисклеймер, как вы, наверное, уже догадались. И давайте взглянем на битточек. Что нам тут рисует биток? Ну, что? Был у нас тут перевернутый Барт Симпсон, знаменитый паттерн, кто помнит, 18-й год и биржу BitMix. Вот, поэтому мы можем перевернуть график и увидеть, что да, в принципе, это, конечно, ту за дно. Соответственно, если мы перевернем график обратно, то мы поймем, что это ту за мун надвигающийся. И тому причин несколько, на самом деле. Ну, во-первых, биткоин – это лучшая форма денег, средства накопления, цифровое золото, ограниченный дефицитный актив, который хрен подделаешь, фиг украдешь, если правильно хранить. И многое-многое-многое. Защита от банкстеров, от всего этого добра. Вот, если мы глянем на глобальную картину, недельный таймфрейм, то на линейной шкале вообще нам кажется, что биток просто валялся на дне много-много лет. И вдруг после этого взял и запампился очень сильно и затузамунил. И что сейчас уже пора бы ему, как говорится, на упокой. Но нет, ребята. Включаем логарифмическую шкалу и видим, что на самом деле все очень даже нормально. Грубо говоря, мы движемся вот в таком вот канале. И, естественно, это канал логарифмической регрессии. Соответственно, у него возвраты уменьшаются, как вы понимаете, и тренд растущий замедляется. Но, тем не менее, мы в нем движемся наверх. Манифлоу у нас зеленый. Вот эти красные дивергенции, о которых все сейчас говорят на недельных таймфреймах, их тут тоже. Посмотрите, сколько было в этом булране. Вот была первая красная дивергенция. После этого что? После этого мы улетели еще на несколько иксов наверх. И вот у нас сейчас первая красная дивергенция, после которой мы можем улететь наверх. Вот. Но это все, конечно, интересная история. Да, кстати, кто хочет смотреть на биток с логарифмическими кривыми, вы можете в индикаторе вбить просто log growth curves. Вот он, bitcoin logarithmic growth curves. И смотреть на него с кривыми, не рисуя их, а просто вот они автоматически будут натянуты на ваш график. Но это катит только в логарифме, что если вы отрубите логарифмы, то, соответственно, у вас будет вот такая ситуация. Но, кстати, тоже вариант. Если вы торгуете на линейном графике, то вы понимаете, что тут размах еще ого-го-го. Кстати говоря, посмотрите наш обзор индикатора, который мы запилили с Пифагором. Там подробно-подробно про всю эту тему. Какие индикаторы, что показывают, как ими пользуются, как настроить и так далее и тому подобное. Теперь хочу выразить мега-мега респект, ребят. Мега-большущий респект всем вам. Потому что, смотрите, нас уже с вами 65 тысяч подписчиков. И мы с вами уже обогнали биткоин. О чем я вам и говорил на прошлой неделе. Смотрите, биткоин все еще 58 тысяч, а мы уже 65. Так что самый устойчивый аптренд – это вы, подписчики моего канала, ребята. Если бы можно было поставить на это в лонг, то я бы поставил все свои деньги. Что еще хочется отметить? Очень много мне пишут подписчики в Телеграм. Вот один из таких графиков, который мне сегодня прислал товарищ Олд Джи. Посмотрите, мы находимся в аккумуляционном цилиндре с расширяющимся ртом. Или как это перевести правильно? Расширяющимся, да. В общем, посмотрите, восходящий расширяющийся клин – это прямо по учебнику паттерн, из которого мы выходим и улетаем очень сильно высоко. Но это опять же по учебнику. Вот у нас восьмерочка. То есть мы, по идее, сейчас летим куда-нибудь на 80К, если верить этому паттерну, если мы будем следовать этому паттерну. И дальше летим уже куда-нибудь на 100 с чем-то тысяч, потому что там все зашортят. Надо будет их ликвиднуть. Также подписчик, которого зовут Смайлик, не знаю, как его зовут, тоже присылает очень крутые скрины по поводу Dash. Он пишет, смотри, киты на этом проливе откупают. И вот вся статистика, что очень много монет Dash откупают крупные кошельки. Знаете, я не думаю, что дураки покупают на такие суммы. Я скорее склоняюсь думать, что дураки им продают сейчас по 200 долларов за Dash. Вот, видите, какие китовые кошельки. И еще к разговору о том, что все говорят, вот, 96% монет Dash имеют всего 3,5% адресов, типа это скам, даже доги в подметке не годится. Ребят, 94% монет битка имеют всего 2% адресов, чтобы вы понимали. Так что биток в таком случае это еще больший скам. Еще мне понравился вот такой вот скрин. Я вчера в чате его нашел, кто-то скинул. Посмотрите, чувак мыслит грамотно. Супер черепаший, даже более по черепаше, чем я. Просто он накинул вот такую супер усредненную кривую на график за несколько лет. И неважно, каким образом мы пойдем к вершине и где она будет, важно другое, что вот он супер тренд, был нисходящий, после короны дампа он был сломлен, сейчас идет восходящий, мы на поддержке. И в какой-то момент вот такой вот резкой фигней, но все-таки мы будем переходить снова в нисходящий. И это грамотно всегда видеть вот такими штуками. В общем, большой респект еще раз всем подписчикам за крутые идеи. А теперь минутка вашего внимания. Большой турнир по фьючерсам на бирже Binance. Вот, мы запустили свою команду. Вот так вот выглядит наш постер. Собственно, ссылка в описании, вступайте по ней в нашу команду. Для того, чтобы попасть на турнир, нужно иметь 100 BUSD на фьючерсном счету. Вот, именно BUSD. Вносите на фьючерсный счет, все, вы можете вступить. И также от Binance еще одна штука. Это новый токен Santos, который будет на лаунч-пуле буквально уже завтра. Все, что нужно, это стейкать BNB или BUSD. Вот, все подробности по ссылке вот здесь вот, у нас в Телеграме. Почитайте, там походу хорошие иксы светят. Вот, а так что можно сказать еще на локальном таймфрейме, на часовом, да? Биток отскакивает. Биток отскакивает. Соответственно, пока нет причин его шортить. Хотя вы можете, конечно, сказать, что тут есть линия сопротивления, которую надо пробить. Но это все сказки для интродейеров. А по эфиру мы видим, что эфир еще лучше отскакивает. Вот, и возможно, что эфир уже как раз зашортили нормально. Понимаете, в чем задача вообще манипулятора? Вот эти все движения, когда вам рисуют, задача, чтобы вы поверили в то, что все, и зашортили. Вы читали чаты вообще? Там все медведи вокруг, все ждут там по битку там ниже полтинника и так далее. Хотя забыли все, что мы на самом деле в логарифме по сток туфлоу сейчас фигарим на куда-то на 100 с чем-то тысяч, а то и на 200. Поэтому, ребят, дисклеймерный финансовый совет, Total очень бычий, эфир очень бычий, биток бычий, Dash вообще еще более бычий, потому что он на лоях находится, понимаете? Его киты откупают сейчас просто мешками. И на Dash, кстати, если вы посмотрите в линейном, он выглядит ужасно, как скам, да, за эти годы. Но если вы посмотрите в логарифме, то он выглядит абсолютно в тренде, смотрите, просто на дне канала. Если уж быть откровенным, то вообще под дном, просто под дном, ребята, поэтому тут как бы вообще потенциал хода ой-ой-ой-ой какой. Ну да ладно, давайте хайповые монетки посмотрим. Луна, луна бьет all-time high, все сейчас будут впрыгивать в луну, но луна как раз наверху логарифмического канала, как вы можете видеть, поэтому дисклеймер аккуратней. Аккуратней, здесь уже скорее всего она близко к потолку. Мана. Мана тоже, на самом деле, находится на хаях, посмотрите, вот в линейном. Поэтому я бы не рекомендовал впрыгивать в Ману, несмотря на то, что проект бомбический. Я бы по Мане ждал откатик, я, собственно, так и делаю, я по Мане жду откатик куда-нибудь хотя бы к средним вот скользящим, который находится просто гораздо ниже сейчас, чем цена. Нео просили посмотреть еще. Нео. Нео мне нравится. Нео, кстати, я прикупил на втором счете, потому что, смотрите, Нео, во-первых, уже был близок к переписанию all-time high. Он вышел из накопления и трендится сейчас наверх. Поэтому Нео мне нравится. Я думаю, что по нему цель сначала этот ближайший high, потом ретест того, как поддержки, потом all-time high и потом куда-нибудь в зону price discovery, как говорится. Определение цены. ОМГ, кстати, ОМИСГОУ. Тоже хороший, мы видим, импульсы. Кто любит ОМИСГОУ, торгует, посмотрите, у нас тут расширяющийся, опять же, канал, такой же, как по битку, мы сейчас говорили об этом. И по учебнику ОМИСГОУ может спуститься еще до нижней границы канала и потом улететь в космос, как вариант такой вам. Так, что еще постоянно просят, и мы не смотрим. Квантум. Вот тут, конечно, тоже исходящий тренд. Смотрите, мы находим поддержку на мувингах сейчас, удерживаем мувинги, при этом кьютум BTC находится на all-time лаях все еще. То есть тут, на самом деле, интересный момент в плане аккумуляции его к BTC, потому что, когда он сделает вот так или вот так, вы тут частично выйдете в свой биток. Вы оставите свой кьютум, сколько вам там надо монет, и при этом столько же битка достанете или больше. Поэтому, в принципе, выглядит интересно. Выглядит интересно. Но у меня кьютума нету, вот я сейчас смотрю на это и думаю, может быть, может быть, имеет смысл прикупить. Трон мы в прошлый раз не посмотрели. Давайте глянем трон. Трон к доллару тоже трендится наверх, как вы можете видеть. Трон к биткоину, опять же, такая же ситуация, как с кьютумом и со всем остальным. Все еще даже не пробито вот это сопротивление. То есть, если вы консервативный трейдер, то вы, конечно, должны ждать пробития этого сопротивления и ретеста его как поддержки. А вы спрашиваете, зачем смотреть альты к битку? Конечно, действительно, зачем смотреть этот биток с камжи? Вот зачем смотреть альты к битку, потому что здесь реальная картина. К доллару-то оно все сейчас наверх будет переть, просто что-то быстрее, что-то медленнее. Вот, поэтому трон к битку, конечно, надо ждать пробоя и ретеста. Но я предпочитаю у истоков тренда становиться, так что я уже встал и добираю трон. Про Юнисвап мало что могу сказать, как бы маленькая история графика. И уже на относительных оно, конечно, ну не хаях, но средних значениях. Тут как бы 50-50 по Юнисвапу. Сейчас чистое 50-50. Проще в рулетку сыграть. Вичейн еще просили посмотреть. Давайте глянем Вичейн. Вичейн, ну что тут скажешь, тоже? Посмотрите, он уже на средних значениях, нисходящий треугольник рисует. С одной стороны удерживаем поддержку, пока еще, с другой стороны нисходящий треугольник это вниз. То есть 50-50 по Вичейну к биткоину. А по Вичейну к доллару, тут, конечно, более обычая картина. Короче, если мы удерживаем вот эти мувинги и идем переписывать вот это сопротивление, то, в принципе, тогда, я думаю, у Вичейна повышаются шансы переписать all-time high и пойти еще гораздо выше. Вот. Ну и что, мы еще давно не смотрели? Манеру. Манеру, кстати, не смотрели давно. Смотрите, Манеру тоже уже переписал свой all-time high. Всем хейтерам старых монет. Манера переписал all-time high. Лайткоин переписал all-time high. Догикоин даже, блин, и Тиферклассик переписали all-time high. А вы все говорите, что Дэш не перепишет all-time high. Ну, я вас умоляю. Вот. Манера тоже, в принципе, выглядит хорошо. С другой стороны, это может быть, конечно, двойная вершина. Поэтому Манера... Ну, от текущих лонговать не знаю. Я бы, наверное, не стал. Вот если мы пойдем переписывать high, вот здесь спекулятивно впрыгнуть в позицию, наверное, можно. Хотя здесь, с другой стороны, получается лучше это делать. Не знаю, если вы инвестор Манера, то, в принципе, можно в ней сидеть. Монетка хорошая. Ксем, наверное, еще кто-то хочет. Ксем месячный таймфрейм. Давайте на недельный перейдем хотя бы. Недельный таймфрейм. Ксем, ну, на относительных лоях он к доллару. К биткоину вообще он на all-time лоях, походу, да? Ксем, да, слушайте, вот с точки зрения теханализа, ну, не на all-time лоях, давайте так, но на сильной, скажем так, на сильной поддержкой он сейчас лежит. И вот у нас это коридор. Явно накопление цены, а не распределение. Так что какой-то монет ксем, скорее всего, иксанет. Но проект, насколько я понимаю, полумертвый, поэтому тоже сильно, сильно не надо от него ждать. Zcash тоже, посмотрите, Zcash выглядит, как Shiba выглядела 3 месяца назад, или когда это было меньше. Zcash выходит из многолетнего накопления. Ребят, я не удивлюсь, если Zcash сделает вот так сейчас и улетит куда-нибудь на пару тысяч долларов. Вот, поэтому дисклеймер, конечно, не финансовый совет, но Zcash выглядит очень хорошо. А вот Shiba, которая уже это сделала, помните, я вам тут говорил, что Shiba пробивает сопротивление. На море, когда я был, помните, лайвстрим делал, видео, что прикольно брать Shiba. Смотрите, Shiba после этого что сделала? Выросла на 700% практически. И даже сейчас все еще с той точки она выросла на 400% примерно. Поэтому Shiba я бы сейчас не трогал на вашем месте и подождал развязки. Возможно, что это вообще будет вот так. И с Dodge Coin'ом та же самая история. Вы поймите, мем монеты на самом деле нахер никому не нужны. Нахер. Нахер никому они не нужны. По-серьезски. А вот Anthology, Anthology выглядит очень серьезно в плане выхода из накопления. Anthology все сейчас сбрасывают, говорят, что это скам. Вполне возможно, что мы увидим очень сильную зеленую палку по Anthology, потому что, смотрите, опять же, здесь даже уже просматривается восходящий тренд повышающихся минимумов. Так что Anthology может сделать очень серьезное W, и это будет то, что надо. Так, ладно, Basic Attention Token я хотел еще глянуть, сказать вам свои два сатоши на этот счет. Вот, Basic Attention Token уже переписывают хаи, поэтому вкидываться в него сейчас, на мой взгляд, не надо. Хотя, опять же, с точки зрения теханализа, это мощнейшая тема для продолжения тренда. То есть, если вы, как бы, скальпите или там интродейте, сделку быстро входите, то по тренду, наверное, можно сейчас в него войти. Но моя тактика, еще раз, я предпочитаю набирать вот здесь позиции и здесь уже начинать разгружать. То есть, что я делаю? Я разгружаю Basic потихонечку, потихонечку, потихонечку разгружаю Basic. И если нам дадут пролив, я, наверное, буду аккуратно докупать, потому что, в целом, конечно, это все еще наверх. Вот, что я думаю, ребята. Напишите в комментарии, что думаете вы. Интересно узнать мнение, ваше мнение по рынку. В целом, кому интересно, спекулятивный портфель у меня сейчас выглядит вот так, на банане. Вот, я вчера докупил еще Atom, Dota, Ripple и что-то еще, не помню. BitCash, по-моему. Вот, поэтому, как бы, дисклеймер, не финансовый совет. Но, на мой взгляд, достаточно неплохо сбалансировано. Здесь и старые альты, и новые. Вот, при этом, получается, что шарчу биткоин и USDT к вот этой вот корзине. Вот, ну и на фьючах открыл еще лонг по эфир-классику. Вытягиваю свой дэшик из просадки. Так что, за меня не переживайте. У меня все клево. Эфир уже вот начал иксовать на байбите тоже потихонечку. Так что, ребятушки, всем хорошего дня, профитролей. Торгуем аккуратно. Подписываемся на канал, в телегу. И ходлим. Самое главное, ходлим.